Обеспечить народ продовольствием, увеличить урожайность, не допустить стремительного роста цен на продукты. Такие задачи являются приоритетными для правительства области и страны в целом. Их исполнение контролирует глава региона. Алексей Русских посетил хозяйство посёлка Новая Бирючёвка. Местная агрофирма строит овощехранилище мощностью 6000 тонн. Увеличить цифру помогают меры поддержки со стороны власти. О них глава региона рассказал журналистам в студии УПРАВДА ТВ. Это и по гектарной субсидии для сельхозпроизводителей. 230 рублей платится за каждый гектар сельхозпроизводителя. Это гранты начинающим фермерам. Это гранты на создание семейной фермы. Допустим, в этом году у нас 4 таких гранта было выдано. Общая сумма 85 миллионов рублей. Кооперация аграрии и руководство области приносит свои плоды. В этом году урожайность составляет 32 центнера с гектара. Это больше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Рекордные цифры зафиксировали в минувшем году. Это больше 2 миллионов тонн зерновых культур. Свою роль сыграла погода. Благоприятный климат и температура позволили достичь желаемого результата. Успех в этом направлении оценил заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Мы же и видим резервы, и мы о них говорим, как действовать дальше. Что непосредственно под рукой сегодня. Да, у нас есть заброшенные территории. Имеется в виду земли сельскохозяйственные в годе, в том числе и башня. Ее надо вводить в оборот. У нас такой резерв большой, 500 еще тысяч гектаров в Ульяновской области. А это новый простор для взращивания культуры. Работа в расширении горизонтов уже ведется. Кроме того, руководство области обратилось в Федеральный центр с просьбой оказания дополнительных мер поддержки для молочного животноводства, чтобы наши производители могли справиться со снижением закупочных цен на сырое молоко. Плюс необходимо увеличить лимит субсидий для хозяйств на краткосрочное льготное кредитирование. Предложение приняли к рассмотрению. Делаем все для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в регионе. Нам нужно на собственные нужды 900 тысяч тонн зерна. Мы эту планку превзошли в два раза. Делается все и для тех жителей региона, которые сейчас нуждаются больше не в продовольстве, а военном снаряжении. Для ульяновцев, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО, регулярно формируют гуманитарные грузы. Помогают собирать все необходимое в каждом уголке страны для каждого батальона. Завели в систему и стали отправлять наш конвой. Вот сейчас 117 конвой. Конвой мы отправляем, чтобы не меньше 120-140 тонн был один конвой. Тогда мы считаем полноценным. Что именно требуется за ленточкой в местах связи, сообщают наши бойцы. Если поначалу потребность была в специализированной одежде и спальных мешках, то сейчас список стал шире. В состав ценной посылки вошли маскировочные сети, аптечки и снаряжение.